На встречу весне на лыжах. Под таким девизом студенты и сотрудники Иркутских университетов соревновались на стадионе Иркутского политеха в лыжных гонках на призы губернатора Иркутской области. Эти мероприятия были предложены провести нашим губернатором Игорем Ивановичем Кобзевым. Он был у нас на конференции, он предложил провести студенческие межвузовские соревнования. Мы поддержали эту инициативу, организовали все вузы. Около ста сотрудников и студентов пяти иркутских вузов заявились на участие в соревнованиях. Сложность вызвала подготовка трассы, потому как накануне выпало большое количество снега. Но к началу стартов лыжню подготовить успели. По правилам гонок парни должны были преодолеть 5 километров, девушки 3. Сами участники признаются, что вроде и трасса не самая сложная, но далась нелегко. Тяжело. Как-то лыжи не сильно едут. С чем это связано? Трасса сложная вообще? Прохладная сегодня. Думали позже будем сортовать, поменять для старта. Трасса сложная? Трасса, да, равнина. Главное потерпеть и все. Один спуск только, подъем перед финишем. Наряду со студентами за победу в нескольких возрастных группах бились и сотрудники и преподаватели университетов. Традиционно в соревнованиях теперь уже в категории старше 70 лет участвует и преподаватель кафедры автоматизации и управления РНИТУ Валерий Салов. Меня ведет звезда здоровья, которая борется с коронавирусом. Поэтому чем больше мы занимаемся спортом, тем мы здоровее. И спортом надо заниматься каждый день. Делать зарядку, то, что я и студентам всегда говорю. Делать зарядку, бегать на лыжах, кто-то на велосипеде и так далее. Поэтому спорт – это здоровье. По итогам гонок в общекомандном зачете третьими стали представители медицинского университета. Серебро у железнодорожников. Первые – лыжники Иркутского политеха. Главный тренер сборной РНИТУ доволен результатом и считает соревнования хорошей разминкой для спортсменов, так как из-за пандемии многие старты были отменены. А команде надо готовиться к первенству вузов при Ангаре и к ряду всероссийских турниров. Это серия «Раша лопит марафоны», «Марафон БАМ», «Марафон Тимирсо» 50 километров, которые будут проходить в марте в Иркутске. Тренеры уверены, что у политеховских спортсменов есть большие шансы на успех в этих гонках, поэтому будут усиленно продолжать подготовку.